Я стала более настойчивой, я потеряла чувство страха. Нашла у меня кровоток и сказала, у вас там катастрофа, зло. Я ни разу, до 65 лет не была ни разу у мамолога. И ни разу не прошла мамографию. После операции лимфорея длилась 10 месяцев. Ты пойми, что ты не одна. Я с тобой. Мы победим. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Гостья нашей студии никогда не страдала онко-настороженностью, несмотря на то, что вокруг нее ее близкие, знакомые люди получали диагноз «рак». Мы познакомились с нашей гостьей, лично я познакомилась с нашей гостьей на просторах интернета. И я пригласила ее в студию, потому что ее история, может быть, тоже кому-то полезна. Итак, знакомьтесь теперь и вы. Римма Перчонок. Здравствуй, Римма. Здравствуйте, Ольга. На ты можно. Здравствуй, Ольга. Что хорошего происходит сейчас в твоей жизни? И немножечко о себе расскажи, пожалуйста. Ну, по возрасту я вышла на пенсию, и у меня появилось время посещать театры, музеи, выставки, путешествовать. А путешествовать я любила всегда. Но вот недавно я побывала в Армении. В Армении. В Армении я была третий раз и уже изучала детально. Прошлый визит я была в Шуши, посещала Степанакирт. В этот раз я посетила бывшую столицу Армении и была еще на границе с Грузией в музее братьев Микоян. То есть была достаточно насыщенная поездка. Очень насыщенная. А почему Армения? Потому что горы, потому что тепло, потому что друзья? Потому что друзья, потому что интересно, потому что у нас там друг, полковник, бывший начальник таможни. Это по приглашению вы ездили, да? Нет, мы просто договаривались. Просто договаривались, жили в гостинице. Ну, я смотрю, вы очень легкая на подъем, несмотря на то, что позади непростые и сложные времена, да? В общем-то, да. То есть вы узнали о своем диагнозе рак груди. Когда это было? Я узнала о своем диагнозе в марте 2017 года. Как это произошло? Это произошло следующим образом. Просто определил мой гражданский муж. То есть, интересно. Он нащупал... Он врач? Нет, он инженер. Инженер-авиатор. Нащупал опухоль, уплотнение, которое... Он до меня дотронулся, и он нащупал уплотнение, которое он ощутил как будто камень. Он отпрыгнул. А вы сами не чувствуете? Я сама не чувствовала. Потом я уже увидела. Дело в том, что оно у меня было на внутренней стороне, большое. Я доносила его до 3,6 сантиметра. Оно было большое, и потом я его уже увидела. Ну, а ходить к врачам на консультацию? Я ни разу, до 65 лет, не была ни разу у мамолога. Я ни разу не прошла мамографию. Ну, вот такая вот серая, забитая женщина. Ну, и мыслей не было. Почему они проходили? Нет, мыслей никаких не было. Дело в том, что я решила, что мне уже приличный лет, и меня как-то Бог пронес. Вот пронесло меня. Ну, это вы считали, не пронесло. Это мое было мироощущение, что меня пронесло. То есть это было вам 65 лет на тот момент, и вы считали, что вам ничего не грозит. Что самое интересное еще, самое интересное, что я была на даче, слушала передачу Малышевой, и там у меня была асимметрия груди, притом большая асимметрия, на размер или даже больше. И выступал доктор Гальперин, который вот американский доктор, и говорил, что у человека, у которого асимметрия, неприятности все, бывают в груди, которая больше. Да, наверное, для наших зрителей надо уточнить, что рак груди, рак молочной железы. Вот. И более того, я пощупала себя, я что-то там ощутила и решила. Ну, там же не может быть пусто, и все, что же это, чем-то должно быть наполнено грудь. Ну, да. И я на этом успокоилась. Не придала этому никакого значения. То есть я это не насторожила? Абсолютно никак. Ну, вот, нащупали шишку, а дальше что? А дальше что? Дальше я пошла в театр смотреть Юрского. То есть тоже, в общем-то, сильно не забеспокоилась? Я посмотрела Юрского, пришла домой и решила, нет, ну, надо все же пойти на УЗИ. Пошла я на УЗИ, несмотря на... Тревоги не было, вы пошли в театр, у вас тревоги не было никакой. Нет, были мысли, но был же билет в театр. Понятно. Искусство в первую очередь. Вот. И у меня нашли какую-то маленькую кисту в левой груди, а в правой груди врач-узист, очень умная, хорошая женщина, Костенко, вот в платной поликлинике, нашла у меня кровоток и сказала, у вас там катастрофа, зло. И отправили меня на маммографию. Пошла я ее делать платно, потому что я даже не задумывалась ни о чем. Я побежала в этот же день делать маммографию на другой конец Москвы, живу я в метро «Бабушкинская», а побежала я на водный стадион. Почему? Ну, куда меня отправили, туда побежала. А, ну, понятно, это направление было. Да. Там врач, который сделал у меня маммографию, сказала, я не вижу у вас ничего страшного, у вас киста, но киста достаточно большая, идите к маммологу, вам сделают пункцию, я думаю, вы попринимаете какие-то растительные препараты, и все у вас будет просто замечательно. Вот так вот. Пришла я опять в ту поликлинику платную уже к маммологу. Я говорю, делайте мне пункцию. Она отказалась делать мне пункцию и выписала мне направление на Калужскую. Я забыла, как называется этот центр на Калужской. Ну, приблизительно понимаю, о чем идет речь. Я тоже не всегда запоминаю. Ну, какой-то радиологический что-то. Да, 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 радиологический центр. Да, точно не могу назвать. А дальше у меня в голову не пришло искать этот районную поликлинику или еще что-то. Дочка мне сказала, что мама очень хорошая маммолог в клинике Чайка в Москва-Сити. Я туда записалась, пришла к доктору медицинских наук Каадзе, сейчас даже помню ее фамилию. Вот, она схватила мои снимки и сказала, что я позвонила по телефону Мариночке и убежала к Мариночке. Только вы не уходите из кабинета. Я думаю, доктор, наук, профессор куда бежит? Потом прибежала и сказала, возможно, суспеция, у вас онкология. Вам нужно идти к маммологу-онкологу. Я вышла из кабинета, написано маммолог-онколог. А кому же меня посылают? Вечером... Ну, то есть она тоже была маммолог-онкологом? Да, да, да. Никто ничего не... Фантастическая история. Я говорю, что необычная. Вот, потом вечером раздался звонок, позвонила подруга моей дочери, мать которой 20 с лишним лет оперировала женщина Джубалиева. 20 с лишним лет назад, да? 20 с лишним лет назад. 20 лет уже. 23, по-моему, уже. Могу соврать, но больше 20 лет это точно. Все равно эта цифра... Джубалиева Светлана Калиевна. И мне дали ее телефон. Я ей перезваниваю и спрашиваю. Светлана Калиевна, вы оперируете? Она, а как же? Таким низким голосом. А как же? Ревут у меня шишка. Так, сегодня пятница. В понедельник приедешь и дает мне адрес. Она работала тогда в платной поликлинике. Поликлиника имени Агранович на Хабаровской улице, дом 4. Почему по платным поликлиникам пришлось? Я не могу объяснить. Вот так стечение обстоятельств. Я не могу объяснить, что меня вело, что меня не вело. Я не могу это объяснить. Вот я почему-то это делала так. Я приехала к Светлане Калиевне, она на меня посмотрела, посмотрела, что у меня такое. Нащупала, говорит, у тебя рак. Я не испугалась. Я спокойно это восприняла. А какие первые мысли были? Да, но при этом, когда мы с ней говорили по телефону, она сказала, что бы у тебя ни было, ты помни, ты не одна. Теперь с твоей болезнью мы боремся вместе. По телефону до встречи еще бы. До встречи. Ты пойми, сразу на ты. Ты пойми, что ты не одна. Я с тобой. Мы победим. И когда я приехала, она сделала пункцию без всякого УЗИ. Точно попала. Там просто на пальцах был аппарат УЗИ. И я приехала в институт Герцена. В институте Герцена мне сделали цитологическое исследование. И подтвердился рак. Какая стадия? Стадия. Ставили сначала 2А, потом оказалось 2Б. Уже после операции на гистологии были обнаружены 2 узла. У меня гормононезависимый рак. Герц2 позитивный. То есть один из агрессивных раков. Какий какой? 25. Ну, то есть опухоль не быстро еще росла, да? Он не такой агрессивный. Ну, она мне сказала, вот, Светлана Калиевна, что у тебя средняя агрессивность рака, судя по КАИ. Вот. И вот все. Диагноз есть? Дальше что? Дальше что? Дальше Светлана Калиевна? Вы же в платной были, вот этот диагноз получили окончательный. Ну, иммуногистохимию сделали в Герцена, в платной тоже? Нет, 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 нет. В Герцена была сделана... Иммуногистохимию? Нет, никакая не иммуногистохимию, а цитология. Цитология. Вот, потому что была пункция, а не трепанбиопсия. Да, то есть они просто подтвердили, что... Ну, диагноз был поставлен Герцена. Там был отвечен на вопрос, есть рак, нету рака, у меня и был рак. Вот. Дальше Светлана Калиевна мне предложила поехать в первый мединститут, где мне оформят квоту, и меня возьмут на операцию. Угу. Ну, так и было. И в апреле... Оформили квоту? Оформили квоту, и 20 апреля 2017 года я оказалась на операционном столе. Это какая была? Радикальная? Радикальная мастектомия. Без реконструкции. Без. То есть все необходимые процедуры соблюдаете сейчас, да? Получается, ну, вот протез и все такое. Протез, да. Потому что без него ни в коем случае нельзя, иначе будут проблемы со спиной, да? Говорили уже вам об этом. Мне говорили об этом, я не очень соблюдала, по причине того, что у меня после операции лимфорея длилась 10 месяцев. Что такое лимфорея? Лимфорея – это выделялась лимфа 10 месяцев. 10? Откуда? Из шрама? Из шрама. 10 месяцев. А почему так? Такие случаи бывают. Дело в том, что я крупная. И у меня крупная грудь. Вот. И, ну, вот как было, так и так было. И Светлана Калиевна потом боролась с этой лимфореей при помощи старого метода йода. Ну, решили. Все равно не важно. Решили проблему, но, к сожалению, Светлана Калиевна мы потеряли. И вот 16 апреля ее не стало. А ее похоронили. Жалко. Ну, лучше об этом давайте. А что вот это вот за история, когда к врачу вы пришли и вам сказали, что долго жить не сможете? Эта история вот какая. Дело все в том, что, в конце концов, я когда выписалась из первого мединститута, и уже я прошла первый курс или второй курс химиотерапии, химиотерапия проходила тоже, моя подруга помогла устроиться бесплатно по ОМС в это самое... В клинике платной? В платную клинику. И я решила, что в конце концов, когда-то я должна же прийти и встать на учет к врачу. Я пришла к врачу на учет в свою поликлинику. Врач посмотрела мои документы, посмотрела, что агрессивный рак, и сказала, что таким раком люди долго не живут. Реакция ваша? Спокойная. А потом вы увидели, что у нее тоже рука. А потом я увидела... Дело все в том, что у меня же была эта лимфорея, я еще думала, ездит ли меня в первый мединститут на пункции, или меня сделают пункции врач по месту жительства. Я когда увидела ее руку, увидела, что она плохо даже справляется с листком, который можно вклеить в карточку, я решила, что я поеду, сижу в хирургию. Вы задали же ей вопрос, что с рукой. Я задала вопрос, что у вас с рукой. Нет, у вас тоже проблемы с рукой, значит, вы... Тоже рак молочной железы? Нет, значит, у вас тоже аналогичные проблемы. Я не называла... Ну, намек был на то, что возможно... Она сказала, что у меня ревматоидный артрит. От этого не умирают. От этого не умирают, от этого долго живут. С этим долго живут. С этим долго живут, да. Он проблем никаких не приносит, кроме качества жизни. Кроме качества жизни, да. Но качество жизни, видимо, у нее не очень. Да, то есть, в общем-то, несмотря на то, что вы находились на лечении, кроме того, еще какие-то такие моральные стороны не совсем хороши были в некоторых моментах, получается. Или вы спокойно... Вы знаете, что дело все в том, что, видимо, я просто твердый человек. И еще меня настроил врач, который поставил мне диагноз. И у меня была задача. Я для себя решила так. Что будет, то будет. Это зависит не от меня. Но моя задача пройти весь путь от А до Я, ни разу не спотыкнуться, пройти химиотерапию, лечевую терапию, все вовремя, не опоздав ни на один день, и так и было. Тяжело было проходить химию? Вы знаете, нет, я не могу сказать, что было безумно тяжело. И мутило, и тошнило, и все было. Но я поднималась и шла дальше. Я понимала, что моя задача – пройти весь путь. В общем, большой настрой был, что я должна сделать абсолютно все, чтобы я не обвиняла себя в том, что я где-то сдрейфила, струсила или еще что-то было. Откуда брали ресурсы? Ресурсы у меня вообще твердый характер по жизни. Сама по себе? Я сама по себе. Я когда ставлю цель, я не понимаю, что такое ее не достичь. Я не понимаю, что такое свернуть с пути. Какая хорошая позиция. Такая есть. А близкие, родные, вы кому-то говорили о том, что заболели раком? Я не скрывала. Я не скрывала, что заболела раком. Я сказала своим подругам. И пока я лежала две недели в первом мединституте, большинство приехало ко мне не по одному разу. То есть... Девчонки поддержали меня. Восприняли адекватно, не испугались. Да. А родственники как? Родственников у меня почти нет. Родственников. Ну, те, которые есть, очень пожилые люди. На что? Дочка поддерживала. Ну, вот дочка поддерживала. А гражданский муж? Он приезжал. Я думала, что... Нет, у меня сначала была мысль, что он отвернется, что эти отношения легкомысленные. Нет, он никуда не делся. Он по сей день со мной. Ну, здорово как. Да. Никуда не делся. Это вообще очень яркая, показательная история, потому что есть случаи, когда уходят. И у нас истории были такие вот даже в наших планах на жизнь. Елена Слободская, она вот столкнулась с таким предательством. Ну, вот это хорошо, что таких вот ударов нет в жизни. Нет. Нет. Но он еще иногда просто поражается тому, что это самое... Что я стоически все переношу и ставлю цель, и ничего, прорвемся. Ну, понятно, что самочувствие не очень при вот таких процедурах, как химиотерапия. А какие-то еще сложности вы испытали? Были какие-то сложности при лечении? Да, я не могу сказать, что какие-то. Ну, сама химиотерапия, у меня, во-первых, было 8 курсов. Но помимо этого у меня еще было 18 курсов таргетной терапии. То есть из программы лечения, видимо, самый жестокий путь – это те, у кого ХР2-позитивный рак. Хотя люди, которые в гормональном, они по много лет пьют таблетки. Таблетки, да. Еще большой вопрос, кому больше повезло, кому меньше. Нет, это точно не один год, а там 5, некоторые. Ну, 5, кто-то 10, кто-то сколько. Да, 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 есть такое. А как вы попали у группы рак-излечим? Я вас там нашла. Ну, или вы меня. Ну, мы вместе нашлись. Мы одновременно нашли. Дело все в том, что пока я проходила курсы химиотерапии, мне хотелось проходить их в стационаре, поскольку я живу одна от дочери, отдельно от дочери. Мне хотелось, чтобы это… ну, что я приду одна… мне как-то страшновато было. Мне хотелось, чтобы два-три дня я была под наблюдением врачей. И так случилось, что пока я была в стационаре, попадали сложные больные, и врач-химиотерапевт подходил ко мне с просьбой поговорить с людьми. Кто-то отказывался от лечения, кто-то еще… Вот такие были случаи, да. И вот я с женщинами познакомилась, разговаривала, убеждала их. А почему врач к вам приходил? А дело в том, что мы с ней как-то разговаривали, познакомились. И она знала, что я педагог. По образованию? Нет, по образованию я инженер. Инженер, да. Да, это у меня… это самая ученая степень. Кандидат технических. Кандидат педагогических наук. И она попросила, просила просто еще переподготовку по психологии, она просила меня просто беседовать с людьми, помогать им. Ну, вы очень открытая и общительная, конечно же. Это, наверное, для кого-то служило, послужило, но сыграло большую роль. Ну, во всяком случае, те женщины стали моими подругами. Здорово. Ну, и мы тоже стали подругами. Естественно, естественно. И сколько человек удалось переубедить там или как-то поддержать? Одну женщину точно переубедить и поддержать, которая прямо так… Вот. Одну бывшую мою сотрудницу, к сожалению, я потеряла. Ну, что случилось, то случилось. Ну, человека четыре. Человека четыре – это пока вы находились вот на лечении. Да. Ну, здорово. Сама лечилась и еще спасала других. Ну, а я хочу вернуться к нашему вопросу все-таки, как в рак и с лечением попали. Потому что я вижу, что там очень активно комментируют и общаются. Я активно, да. Дело все в том, что мне хотелось выйти на какую-то пациентскую организацию и заняться помощью тем, кому это нужно. Я почему-то вдруг почувствовала себе силы, думаю, а что же я… Вот я могу же что-то… Вот уже четыре спасено. Да. Дальше надо? Я могу дальше, да. И я в какие-то праздники, по-моему, на Новый год или еще когда-то, не помню, я уже сейчас… А, да, наверное, на Новый год. И я нашла Ирину Боровову, пыталась к ней обратиться, но мне никто не ответил. Ага. Потом я пошла искать дальше по просторам интернета и нашла рак излечим. Я первому, кому позвонила, это была Люба Глазова. Ага, Глазкова. Глазкова. Она тоже была у нас на программе «План на жизнь». Очень очаровательная женщина и добрый человек. Прекрасная женщина. Вот. Потом я сама позвонила Ольге Батсон. С ее мамой мы оказалось, что работали, где я совмещала в одном колледже. И Ольге я предложила, может быть, я что-то могу сделать, написать какие-то рассказы. Она говорит, попробуем. Ну, мы попробовали и опубликовали на этом сайте 13 рассказов. И я несколько прочитала. И есть два рассказа, интересные достаточно рассказы. Ретроспектива и «Дружба» тоже произвел впечатление. А ретроспектива – это про онконосторожность. Расскажете немножечко? Да. Дело все в том, что вообще, это уже не в рассказе, у меня бабушка умерла от рака поджелудочной железы. Моя бабушка. Это было очень давно. В 1967 году это было. Вот. Но это я больше ничего сказать по этому поводу не могу. А потом, когда умер мой муж в 2002 году, я… Тоже от рака? Муж нет. Нет? Нет. Вообще никакой онкологии. Я решила, что мне скучно быть одной, и я захотела создать семью повторно. И познакомилась с человеком. Звали его Николай Крачев. Он был врачом по образованию. У него было две дочери. Старшая Анжела, младшая Роза. И у Розы, Роза с шишкой ходила год, а потом пошла, только когда она стала болеть и увеличиться, пошла к мамологу. Но про шишку знала год, просто боялась. Боялась. Просто боялась. Оказалось, онкология кончилась печально. Спасти не удалось, потому что на поздней стадии. Третья стадия. Третья с чем-то там. Но это не такая поздняя, но что, были метастазы где? Метастазы были в печени и кости. А, ну это уже прилично. Нет, это соперировали, и потом быстро появились метастазы. А сам... Угущено время. Угущено время. Вы тоже так считаете? Да, я тоже так считаю. Но Коля сам, ты сам, нет, вот эта Роза год ходила. Коля сам у себя диагностировал онкологию. Ваш муж? Да. Он сам у себя диагностировал. Он сказал, что... Чем образом это можно сделать? Ну, дело все в том, что он все же был врачом, хоть он не работал последние годы, но он был врачом по образованию. Но не онколог? Нет. Но он видел какие-то проявления, и все, в общем, и тоже было схвачено только на третьей стадии. Не помогло ничего. Лечение там оперировать было уже поздно. И бывшая жена Коли тоже ушла из жизни от онкологического заболевания, тоже рак молочной железы. И это не помогло мне насторожиться. В конце рассказа вы об этом как раз и говорите. То, что... Никак на меня не подействовало, чтобы я сама что-то заподозрила, или просто с профилактической целью пошла и проверилась. Мне этого было недостаточно. Ну, хорошо все равно, что сами обнаружили, что не довели... Да, но я же еще воспитывала в семье врачей. Сапожник без сапог. Получается, что так. Ну, навыки-то, наверное, есть. И наверняка слышали разговоры родителей, да? То есть, ну... Я была очень в теме все. Да. Да. Но когда я уже поставили диагноз и все, я уже по просторам интернета гуляла и читала уже медицинскую литературу. И гайдлайны на английском языке. Здорово. Так. Ну вот... А, еще один же рассказ. Дружба. Это то, что объединило, познакомило, познакомил вот этот вот диагноз. Рак. Да, дружба. Я там пишу про женщину, потрясающую совершенно женщину, с которой мы познакомились в институте Герцена. Женщина исключительная. Она занимается вязанием, рисованием. Она любит жизнь. Вот 22-го, когда должна пойти в Большой театр, ей билет дали на одном из кружков. Сколько лет? Она, сейчас скажу, ей, наверное, 60. 60 или 61? Ну, приблизительно одного возраста. Нет, ну как мне 67, чуть одного. Ну, вы выглядите моложе. Спасибо. Спасибо. Но случилось так, что у нее пошли метастазы в печень и еще местные метастазы. И она успокаивает доктора из Герцена. Еще хватает сил на это. Она говорит, у меня много дел, я буду еще жить. Мне очень хочется, чтобы это так было. Потрясающая женщина. Кремень просто. Наверное, надо тоже к нам в плане нашей жизни рассказывать, чтобы она рассказала эту историю. Я с ней поговорю на эту тему. Недавно я добавила в ваш чат «Доброе место». Раньше вы никогда не были в подобных чатах, да? Никогда. Как впечатление? Это же, ну, как бы новинка такая. Вот там у нас женщины на СРМЖ. И как впечатление? Что считаете по этому поводу? Мне понравилось. Во-первых, меня очень дружелюбно встретили. Очень дружелюбно. Я когда пришла, у меня было некое волнение. По причине того, что я пришла, никого нет. Думаю, куда же все подевались, где же. Был назначен на три часа, никого нет. Я пришла. Я достаточно точный человек. Вот. А потом пришли. Все блудились. Это вот про фотосессию мы сейчас рассказываем, на которую... Видимо, блудили, не могли попасть. Да, все очень сложно найти. Вот вы, наверное, единственная, у которой отсутствовал этот топографический кретинизм. Да нет, у меня не было никакого топографического кретинизма. Я позвонила своей приятельнице, которая гуляет в этом парке постоянно. Я сказала, что маршрут, выдайте мне, пожалуйста. Я был выдан. Добрались. С бумажками. И вот в чат попали. Что думаете про чат? Ну, про нашу компанию это понятно. Мы все, как у нас одна гостья сказала, онкопозитивные женщины. А вот про чат. Какая польза может быть? Про чат я хочу сказать, что я думаю, что, во-первых, можно делиться новостями. Можно помогать людям. Можно настраивать. Если кто-то заблудился и вдруг хандрит или еще что-то, можно возвращать в исходную точку. И еще, Оля, мы с вами говорили, мне очень хотелось бы ввести страничку в интернете. Да, это сейчас обязательно будет. Я думаю, что, мне кажется, у вас целая армия поклонников может образоваться и аудитория, которой вы будете полезны, а они полезны вам. Потому что, в любом случае, отдача должна быть от того, что будем делать. Вот Рима до болезни и Рима после болезни – это разные люди? И разные, и не совсем. Активной я была всегда. Ну, это чувствуется, да. Активной, целеустремленной я была всегда. А что же поменялось? Поменялось, я стала более настойчивой. Я потеряла чувство страха. Страха у меня отсутствует. Вот меня спрашивают, ты не боишься, если что-то будет? Рецидивы, имеете в виду? Нет, не боюсь. Как так? А я себя настроила. Это нормальная жизнь. Это жизнь. Не надо жить болезнью. Не надо жить болезнью. Надо жить жизнью. А какие планы на жизнь? Планы на жизнь. Надо жить жизнью. Надо жить жизнью, да. Ну, вот мне хочется быть активной и помогать людям по-прежнему, удовлетворять свои интересы и помогать по необходимости дочери. Путешествовать, концерты, какие-то такие мероприятия. Да, вот на автосессии у нас поучаствовали. Мы еще мероприятия какие-то приготовим. И быть полезной дочери, если нужно. Полезной дочери, да, обязательно. А вот людям полезные, что вы можете делать для людей? Для людей психологическое какое-то консультирование, информационное консультирование. И сейчас эта возможность есть делать где? В группе «Рак излечим». В группе «Рак излечим» я сейчас планирую написать еще не только про рак, а еще какие-то полуэмеристические рассказы, когда я была педагогом, когда я была ученым. Ну, такие отвлекающие какие-то. Отвлекающие какие-то моменты. Потому что я хочу сказать, я понимаю, что это площадка для общения врачей и пациентов, но нельзя замыкаться только на одной болезни. Вот Ольга правильно делает, что есть какие-то излечения искусством, излечения... Вы про Ольгу Батсон, да? Да, согласна полностью, да. Ну и вы делаете то же самое, в том же духе, да? Каждый вносит свою лепту, пассивную. Всем помочь невозможно, даже если одному человеку... Уже? Да, это уже большое дело. Мы не считаем процент. Мы считаем сам успех. Результат. Результат, да. Не процесс, а результат. В чате можно тоже. Да, да. Ну, это очень хорошо. И личные планы хорошие. И все как-то очень-очень позитивно. Традиционный такой момент в нашей передаче. Какие бы советы и пожелания вы... Ну, какие бы советы дали и какие бы пожелания вы сделали для наших зрителей? Ну, мне хочется пожелать зрителям, чтобы они были не такими онко-ненастороженными, как я, чтобы повнимательнее относились к себе, но при этом, чтобы не рождалась канцерофобия. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну, вот такой вот яркий пример того, что надо к себе относиться внимательнее, а еще не только самому внимательно относиться, но и близкие должны обращать внимание друг на друга, на здоровье друг друга. И мы видим, как Рима, можно сказать, зажигает. То есть, какие бы события в жизни не случались, не надо опускать руки, не надо унывать, терять надежду тоже не надо. А надо радоваться каждому дню, радоваться жизни и настраиваться на жизнь, на лечение, эффективное лечение и ждать только хороших результатов. Спасибо большое, что были с нами. Рима, спасибо огромное и за дружбу теперь уже, и за вот этот вот замечательный рассказ. Спасибо, что вы есть.